Итак, доброго времени суток. У нас это время можно считать днём. Я направляюсь со своей соседкой купаться на Болотное озеро. Прямо скажем, это такая довольно специфическая водная ёмкость. Не всем нравится в таких купаться. Но время придёт. Через 15-20 минут я всё это дело покажу. Остальное движение, чтобы не тратить время и гигабайты памяти, буду показывать в режиме гиперлапс. Прерву ненадолго ускоренную съёмку, потому что мы проходим мимо пожарного водоёма. Вот такой пожарного водоёма. На нём, по нему вернее, плавают утки, совершенно не боящиеся человека. Может её ещё и погладить можно. Смотри, ути, ути, ути. Сколько плывёт? Пять штук. Ну, иди. Ну ладно. А там, судя по всему, я показывал мамашу, а там её утята вроде как плывут, более мелкие. Уже подросшие? Или просто стая уток? Ах, вы хорошие такие! Не иначе, точно не иначе их здесь подкармливают. Ой, знал бы, ребята, я бы хоть булочкой захватил. Ну, а так, извините. Пойдём. Ну, что ж, вот мы миновали, ну, примерно полпути, может быть, даже чуть больше. Выходим из лесополосы на границу с болотом, которая сейчас называется Мухинская, а в бытность свою финской территории она называлась Мэрисуо. И вот здесь вот по краю, на границе между лесом и болотом проходит тропиночка натоптанная. Соответственно, по ней мы сейчас дальше и пойдём. Через какое-то время выйдем непосредственно на болотовину, чтобы дальше двигаться к самому озеру. Вот мы только что закончили движение по тропинке и в нужном месте выходим на болотовинку. По сути дела, это обычное клюквенное болото с чахлыми сосенками, с кустиками, вот это, в частности, кустики голубики. Ну, мох. Клюква, не знаю, есть или нет, пока не вижу. Ну, и вот даже впереди видно, такая слегка поблёскивает примятая трава. Это, соответственно, тропинка, по которой нужно идти. Ну, вот, мы почти пришли к нашему болотному озеру. Осталось до него метров 100-150. Вот оно вдалеке виднеется. Дует ветерок. Это в определённой степени даже хорошо. Не так жарко. Будет сдувать мух, комаров слепней. Можно быстрее высохнуть. Ой-ой-ой, это я, пардон, случайно пальцем объектив закрывал. Так. Ну, собственно говоря, вот это озеро. Кто-то скажет лужа. Вот. Но, тем не менее, имеется примитивная хотя бы скамеечка. Примитивный настил и лесенка для спуска в воду, у которой, к сожалению, за 20 почти лет эксплуатации отвалилась одна из вертикальных стоек. Осталась одна. Пора эту лесенку чинить. Ну, в общем, что. Сейчас будем пробовать воду. Приняли, как говорится, водные процедуры. Удовольствие обалденное, когда на улице жара. А ты окунаешься вот в это озерцо. Надо учесть, что там кое-где имеются подземные ключи, бьет холодная вода. Но это своего рода плюс к этой водной системе. Потому что она становится из-за этого чистая, не мутная. Даже на вкус приятная. Тут еще хочу показать один маленький примечательный момент. Что можно найти на земле? Это стрелянные гильзы от охотничьего ружья. Значит, здесь есть охотники. И они есть точно. Потому что на это абсолютно однозначно указывает вот это кое-как сложенное сооружение. Шалаш. Такая засидка. Коварные охотники с ружьями сидят здесь и поджидают бедных уточек. Наподобие тех, что я снимал в одном из сюжетов. О, они даже пенопласт принесли. Чтобы задница теплее была. Ну и тут тоже вон гильзы. О, тут и пенка есть даже для сидения. Прямо можно сказать квартира. Ну что, это озеро, оно такое самое, имеет открытое водное зеркало. А вокруг еще много озер, которые уже заросли или зарастают. Ну вот, видно, что здесь была вода. Но вот там, где зеленая травка, там совсем уже, вернее, не уже, а еще совсем мягкое покрытие. По нему уже особо не походишь. Вот здесь гораздо меньшего размера промоена. Она уже практически заросла торфом. И, соответственно, подходить ближе, чем граница вот этого светлого и темного участка сюда особо не стоит. Потому что просто начнешь проваливаться. Но все равно здорово. Лично мне такая природа нравится. Всеместно встречается насекомоядное растение под названием росянка. Вот она такая маленькая, невзрачная. Вся в блестящих капельках. Только это не роса, а клейкая жидкость, к которой прилипают мухи. После чего это растение начинает их переваривать. Вот такие кошмарики.